Добрый день, дорогие друзья! К нам прибилась кошка, новая планетарная телевидение Мария Карпинская. Мы, конечно, уезжаем на неделю, и она каким-то образом пробралась вот туда, в тот домик. Мы её закрыли, и она целую неделю не могла оттуда выйти, потому что у нас не было целую неделю. И она там сидела без воды и еды. Так что кошка прошла сухое голодание и вышла оттуда. Мы нечаянно, когда открыли, мы увидели её такой несчастной, такой просто, такой несчастной. И сейчас она счастливая, намывает уже, потому что она, наконец-то, её накормили. Но дело в том, что она уже съела 4 пакетика вискоса, 4, 4 доза. Я не знаю, будет у неё болеть живот или нет, но пока, судя по всему, нет. Но она грустная, кисонькая, миленькая. Она грустная, потому что она, представляете, она неделю сидела в таком маленьком запертой домике, где нет ни воды и не выйти оттуда, ни еды. Как она выдержала? Значит, если она выдержала 7 дней без еды и воды, кошка прошла очищение особенно, да, кисонька? Да, кисуля? Вот, и после того, как она прошла очищение такое, очистила свой организм, судя по всему. Человек тоже же может так очищать организм. Я думаю, что это тоже божественный какой-то план. Вот она намывается сейчас. Ну, сытая, довольная, даже не доело то, что я ей дала. Это уже 4 пакетик, но она просила, она так хотела. Вот, чудесная кошка. Чудесная, четырехцветная. Именем мы пока и не дали, просто киса, кисуня. У нее 4 цвета, серенький, какой-то желтенький, потом беленький, потом немножко темненький. И глаза серые-серые, умные-умные. И вот что мне нравится, что когда мы ее хотели отдать, она не далась, она не дается ни гладить себя, ничего. То есть она дикая, ее кто-то, видимо, травмировал. Она живет какой-то своей одиночной жизнью. Прямо кошка йог. У меня такое ощущение, что она как йог такой. Она прошла вот этот семидневный голод там сиденье. И когда Саша открыла, она там сидела на диванчике. Лапушка, кисонька, кисуня. Как ты себя чувствуешь? Вот она сейчас облизывает. Причем выглядит хорошо. Вот дикая кошка, да? Ну, мы приезжаем сюда раз в неделю. Глаза человеческие. Я вообще в удивлении. Она иногда такими... Она смотрела вот когда ее пытался забрать один человек в офис. Она на меня долго так встала и смотрела такими осуждающими глазами, человеческими, что я не знала, куда мне деваться. А потом она еще подошла к Саше и тоже на нее посмотрела человеческими глазами. Вот такая кисуля у нас. Но мы не знаем, что делать. Она в руки не дается. Ее никуда не возьмешь. А тут наступает зима. И люди уезжают все. Где она будет жить, я не понимаю. Так выяснилось. Мы думали, что она только к нам приходит. Но она на три дома тут жила. Вот на три. Кисонька. Грустная все-таки. Семь дней голода, да? Главное, чтобы у тебя с желудком все нормально было. Я ей водички там налила и всего. Киса. Киса. Вот она уходит. Она куда-то уходит. Ну, все. До свидания, киса. Кис-кис-кис. Вот она оборачивается. До свидания, детка. Куда ты пошла? Вот ты мне покажи. Где ты живешь? Вот где? Она пыталась пробраться в дом. Но я же понимаю, что куда ее в дом брать? Вот возьмешь дом, а потом мы уезжаем и что? У нее прям живот как у беременной. Потому что она много съела. Плюс она еще тут ловит мышей. Вот единственная надежда, что она там семь дней сидела и может быть ловила каких-то мышей. Не знаю. Ну, в общем, вот она красавица такая. Не бойся, киса. Она боится все равно. Ну, вот так она ходит за мной, как собачка. Ест она как, вообще, я не знаю, заправская, кто там, корова. Да, киса? И не сдается, и не поддается, и в руки не дается. Как что-то дикое, дикое животное вообще совершенно. Ах, вот оно там под диваном. Ну, ладно, все. До свидания, киса.